Так, всем доброе утро, hello, good morning, доброго ранку. Бокер Том, Сафратама. Давайте, кто сейчас в эфире, будем продолжать изучать притчи царя Соломона. Итак, сейчас все вот собираются. Собираются Яков Шатадин смотрит нас. Израиль Олег Марголин, Лефименко Антон, Ефименко или Лефименко Влад Косов. И вот, значит, я помню, как Михаил Федорович, я думал, да, неправильно посмотрел, оказалось, Михаил Федорович. Да, Шалом, Карачева, доброе утро, дорогой Искак, Наталья Рожкова желает нам, Вера Перлина, доброго дня, Бокер Топ. Все. Значит, мы продолжаем изучать Бокер Толу из Хайфа, продолжаем изучать 28 главу притчи царя Соломона. Мы стремительно приближаемся к завершению книги. И, значит, сегодня у нас четвертый отрывок. Как бы, если вот, как я понимаю, он шел, предыдущий отрывок шел про коммунизм, да, что когда бедный усилился и ограбил обездоленных, это как ливень, который снимает верхний слой почвы и нету хлеба. Это мы остановились на третьем отрывке. И дальше идет продолжение. Как раз вот точно, как будто бы описывает коммунизм, вот прям реально. Четвертый отрывок такой. Озвей Тора и Аллилу Раша. Оставившие Тору прославляют злодея. Вешамрей Тора и Гаруба. И те, кто сохраняют Тору, они с ними борются. Они с ними борются. Значит, если вспомнить, вот как развивалась, например, если вспомнить, как развивалась Великая Октябрьская социалистическая революция, там был, например, один из таких вожаков ярких, это был Троцкий. Лев Троцкий его звали. Троцкий это кличка. В чем интересно, что он взял эту кличку, когда сидел в тюрьме по имени начальника тюрьмы. То есть Троцкий это был начальник тюрьмы. Очень странный выбор. И, значит, он был такой, ну, злодей. То есть он начал этот революционный террор. Там миллионы людей он убил. И теперь были евреи, которые его, не только евреи, но здесь говорится именно про евреев, что оставившие Тору прославляли злодея. То есть была даже такая организация, называлась она Евсекция. Еврейская секция, которые прямо они, так как они знали, это были оставившие Тору. Интересно, что Любавческого Ребе, предыдущего, его арестовывал сын Хасида его. И сын этот, интересно, что этот Хасид пришел тогда к Ребе, он был много лет бездетный. Ребе помолился там за него это самое, и у него родился сын. И потом этот сын пришел его арестовывать. И отвел его в тюрьму там, и очень угрожал ему там, ну и так далее. То есть вот эта Евсекция, это были именно оставившие Тору, которые прославляли злодея. Главный злодей это был кто? Карл Маркс. Он это все придумал историю, то есть он был главный злодей, выдумщик такой, да. И значит, но были которые Шумрей Тора, а не Итгарубам. Они с ними боролись. То есть, например, Равыцкак Зилибер, Зихраноц и Иклибраха, который продолжал соблюдать заповеди. Когда к нему пришли там ребята в Таштенте, это не помню как сейчас фамилия. В общем, они его спросили, можно ли поступать в комсомол. Он сказал, не поступайте, это как и дало поклонство. И они не поступили в комсомол, хотя учились там в институтах и все просто. Ну так, так, и в общем не поступили. То есть были, которые активно боролись с советской властью, таких было мало. В основном они были в оборонительной позиции. Они защищали Тору, но их постепенно съедала эта машина. Но говорил Хафецхам, я слышал от его имени, что он сказал, что если бы, говорит, мы знали, к чему это все приведет, так должны были встать все раввины и все учащиеся Ишивы идти воевать с этими коммунистами. Ну в начале, когда они только появились, чтобы их убить. Потому что то зло, которое потом от них пришло, это было страшное зло. И значит, ну так происходило во всех поколениях. Всегда были оставившие Тору, прославляли злодеев. Например, Тарквамада или Тарквимада, который был основателем инквизиции, это был крещеный еврей. И в общем-то в каждом поколении те евреи в основном, которые оставляли Тору, они присоединялись тогда, если ты оставил Бога, тогда ты присоединяешься к злодеям. А сила-то есть, сила есть, ну то есть именно вот такая сила ломить, вставлять, творить и создавать. И они, короче, создавали. Понятно, да? Значит, теперь пятый отрывок, он продолжает эту же идею. Люди зла, они не понимают суд. Они не понимают, что за все приходит суд. А те, кто ищет Бога, то есть ищущие Бога, которые учат Тору, хотят понять, как Бог судит миром, явину коль, они поймут все. Значит, здесь идет как бы, так как это же мудрость, она не вне времени, так как бы вперед говорится. Вот смотрите, там Лев Троцкий, да, он там армию основал, он там такой прям революционный террор. Концовка, вытянули его из России вначале, а потом ледоколом его зарубили. Всех детей убили, у него дети или закончили жизнь самоубийством, или их убили, расстреляли. Вот концовка, да. То есть, но злодеи, злодеи, они не понимают, но я вину в будущем времени, они не поймут суд. То есть, они, даже когда мы учили до этого, когда на них приходят неприятности, они не понимают за что, почему, как. Но, как бы, расплата приходит всегда, всегда, всегда. Мы сейчас вот как раз приближаемся к праздник Пурим. И весь Пурим, он, мне нравится, вот это, недавно я прочитал, что Медилат Эстер. Медила, это свиток, да, Медила. От слова легалот, есть такой корень, легалот, это открывать. Медилат Эстер, это то, что открывает скрытое. То есть, вот эта вот история, она нам раскрывает скрытые смыслы, которые управляют жизнью. И мы видим, что тот же Аман, который был на вершине славы, он был премьер-министр, там вообще круче его не было. И он в один момент, бах, и значит, все, и нету его. Повесили его, и так далее. То есть, и мы должны точно знать, что люди зла, они не поймут суд, а те, кто ищут Бога, они поймут все. То есть, они будут спокойненько. Равыцк, как Зильбер, он, его когда спрашивали, а вы верили вообще, что вы попадете в Израиль? То есть, когда он 917 года рождения. И он, значит, как раз вот с 17-го года, с революцией вместе. 34-й год, ему 17 лет. Он поступает в Казанский университет. Поступает ни дня не проучившись в школе, он поступает в Казанский университет. Для чего? Что? Потому что он думал, что это единственная возможность соблюдать шаббат, быть учителем, там и так далее. Проходит весь университет, устраивается учителем в школу, там в какой-то деревне. Все соблюдает, все. Потом, значит, 50-й год, его садят в тюрьму. И он проходит 3 года в тюрьме. Его спрашивают, а вы верили, что вы когда-нибудь попадете в Израиль? Ну, рассвет коммунизма, да? Интересно, что как раз перед Пуримом в 53-м году, февраль месяц. Ну, вообще, ладеря, зима, в июде метели. И он собирает всех, говорит, давайте будем читать медилу. То есть, как раз иногда выпадает на март Пурим, а иногда выпадает на конец февраля. И, значит, февраль, Казань, зима, все. И он зовет евреев читать медилу. И читает медилу, как приходит расплата на злодеев. И там один был еврей, коммунист такой, да, который, даже сидя в тюрьме, он все равно продолжал верить в Сталина. И он говорит, ты не понимаешь, что, как Бог спас евреев, где Бог спас евреев. Только что война закончилась. Сколько евреев фашисты убили? 6 миллионов. А сейчас Сталин, он уже тогда приготовил, это было дело врачей. И суд был назначен на 1 марта. И после дела врачей, когда все врачи были, ну, это было, понятно, сфабрикованное дело. И, значит, после того, как должны были убить всех этих врачей, признать их виновными в том, что они были вредителями. После этого готовили всех евреев, значит, арестовать и выслать их в Сибирь. Уже были готовы товарные вагоны, барати выстроены, все. И, значит, они об этом знали. Потому что, ну, как бы, уже была вся вот эта карательная машина, она уже набирала обороты. И в ладере тоже висели плакаты, что еврейские врачи там. И, значит, все время, как бы, там, как будто бы врачиху-отравительницу поймали в детском саду. То есть пошли слухи, знаете, то есть чтобы народный гнев поднимать, поднимать, чтобы отдушина была на евре. И, значит, Равзильберг как раз говорит, читаем Медилу, говорит, Бог спасет. Тот говорит, от кого Бог спасет? Ну, что это ты нам сказки рассказываешь, там, 3000 лет назад, что там, какой-то Аман Ахашвирош, ты нам сказки не рассказываешь. А Равзильберг говорит, это было как раз там 1 марта, что-то такое. Ну, вот, в общем, вот в те дни, когда, когда как раз был Пурим 53-го года. И он, значит, говорит, что человек это Басар-Вадам, это мясо и кровь. И никто не знает, что с ним будет через одну минуту. И если Бог обещал, что не евреев спасет, значит, Бог евреев спасет. Все. И в это время у Сталина был удар. Был удар, значит, ну, этот самый, инсульт. И как раз он умер, по-моему, официально 3-го марта или 6-го марта он умер. И тут же, как бы, все это остановили. Реабилитация, всех выпустили и так далее. То есть, что мы видим отсюда? Что То есть, люди зла, они не понимают, что есть суд, есть мешпад, есть что посеешь, что и пожнешь. А мы в Акше Ашем, те, кто учат Медилат Эстер, те, кто учат Тору, те, кто учат Мишли. Явину Аколь. Они все поймут, все поймут, они понимают, что, как все работает. Они смотрят на историю, смотрят на всех этих Александров-Македонских, которые умерли, не оставили наследников. И генералы растащили его империю. Смотрят на всех этих Наполеонов, который умер в 56 лет без наследников и который умер, ну, в изгнании. Ну и что, что он был Наполеон? Кто такой Наполеон сегодня? Никто. То есть, он умер в тюрьме и без детей. Жил несчастной жизнью, в 56 лет умер, вообще непонятно. То ли от мышьяка, то ли от чего-то. И, значит, когда ты ретроспективно смотришь на историю, ты видишь, что злодеи всегда наказаны. Но сами злодеи никогда не понимают, что так с ними будет. Не понимал Мааммар Каддафи. Я недавно прочитал Мааммар Каддафи. У него было 200 миллиардов долларов. Скинули вообще как этого. Саддам Хусейн. Армия там самая большая на Востоке. Кричал, что вообще я всех разбомлю, разгромлю. 39 скатов. Скатов, ротета, он выстрелил на Израиль. 39 ротет. Каждая ротета там по 200 килограмм боеголовка. Все. Ни одного погибшего. Ни одного. То есть, как объяснить? Потому что не дремлет и не спит страж Израиля. Все. Теперь, значит, шестой отрывок. Шестой отрывок такой. То враж олег бы тумо. Лучший бедный, который идет в... Тумо это в непорочности своей, в простоте своей. Мэйтеш драхим. От того, который искривляет пути свои, вуашир. И он богатый. Значит, здесь нам дается такой расклад уже чисто. Можно его прям сделать, написать себе на рабочем столе, там, в тетради. И все. Значит, идет такая раскладка. Лучший бедный, который идет в непорочности своей. Что значит лучший бедный, который идет в непорочности своей, чем искривляющий пути и он богатый. Значит, вот есть состояние человека финансовое. Один бедный, другой богатый. То есть, бывает такое, да. У одного есть много денег, у другого мало денег или нет вообще. И вот они, значит, находятся в, ну, как бы, разном финансовом положении. Но, теперь есть же тут еще составляющие дополнительные. Первая составляющая. Мы сейчас не берем, мы не берем, допустим, что может быть бедный счастливый, богатый несчастливый. Может быть и бедный несчастливый, и богатый может быть счастливый. То есть, мы это не берем. Состояние удовлетворенности и счастья, оно не зависит от количества денег, а зависит от того, насколько человек сам у себя в голове, с кем он себя сравнивает. Потому что, если богатый, как был Аман, он сравнивал себя с... Про Амана известно, что он лез, лез, лез наверх. Потом он долез до самого верха. А потом он устроил пир. И на пиру он объявляет, говорит, вот все, что у меня есть, не в радость мне. Пока мисс Мордыхай мне не кланяется. Все, не в радость мне, не могу спокойно есть, не могу спокойно спать. Все, он был несчастливый, потому что ему один человек не давал ему почет. И кого-то, почет не давал ему, который он хотел получить. Теперь, поэтому есть богатый, у которого не хватает. Есть бедный, у которого хватает. И есть бедный, у которого не хватает. И есть богатый, у которого хватает. То есть, это вопрос чисто психологической системы координат. Мы сейчас про это не говорим. Здесь говорится другое. Здесь говорится, куда идешь и как идешь. То есть бедный, он сидит и думает, так, значит, вот у меня сейчас денег нет, но я хочу выстроить, получить профессию, стать лучшим мастером своей ниши, сделать себе какое-то ремесло, мастерство, буду помогать людям, буду зарабатывать честно, буду молиться, буду учить Тору, и Бог мне поможет, потому что Бог обещал, что те, кто учат Тору, им будет и богатство, и почет, и будет все. Это его, как бы, ход мысли, то есть куда он идет и какими путями он собирается идти. Теперь есть богатый, у него вроде и деньги есть, и все, но он думает, так, думает, может мне в политику пойти, пойду я в политику, значит, буду, власть получу, всех врагов уничтожу. Ну, например, он себе такую ставит, цель следующую, да? Теперь, значит, или думает, может мне там заняться съемками порнофильмов. Вот такая у него мысль пришла ему, да? То есть, как бы, он направление задает. Теперь и инструменты, которые у него, которые человек использует, они могут быть разрешенные и неразрешенные. И он думает при этом, так, значит, сейчас я тут ограблю, тут деньги не отдам, тут кину там всех на, и так далее. То есть, он выбирает, он сейчас богатый, но так как он пути и направления выбрал неправильные, то это богатство временное, то есть оно сейчас есть, завтра не будет. Бедный, у него направление правильное, пути правильные, значит, он будет завтра богатым. То есть, в этом отрывке нам как раз дается раскладка, что лучше бедный, но который идет правильно, чем искривляющий пути свои, и он сейчас богатый. Я помню, когда-то Рав Бенсон Зильбер, он объяснял это перед Йом-Типуром, как надо готовиться к Рошешна, Йом-Типуру, то есть это вот эти осенние праздники, как надо к ним готовиться. И он говорит, что, ну, как бы, первая часть – это раскаяние. То есть, ты должен, ты должен, как, подумать, что ты делал неправильно в прошлом, и раскаяться, и принять решение не делать это в будущем. Но второй параметр, на который многие не обращают внимания – это куда ты идешь. То есть, в каком направлении ты идешь. Он приводил такой пример, что вот, например, говорит, вы там, вы занимаетесь бизнесом. Такой понятный пример. И вот есть два человека, потенциальные партнеры у вас. Один человек, у него есть миллион долларов и 20 ларьков, 20 магазинов. У другого человека есть 500 тысяч долларов и 10 магазинов. Кого вы выберете партнером, если вам надо продавать, ну, какую-то продукцию? Того, у кого миллион долларов и 10 магазинов, или 500 тысяч долларов и 5 магазинов? Что говорит логика? Как поровну, в два раза у того больше поровну. У того миллиона, у этого полмиллиона, у этого 10 магазинов, у этого 5. У того, кого больше. Но он не по разу это развивается. О, теперь, он говорит, надо обязательно посмотреть другой параметр. Надо посмотреть в динамике, что было год назад. Если тот, у кого сейчас миллион, у него год назад было 5 и 50 магазинов, а тот, у кого 500 тысяч сейчас, да, и 5 магазинов, у него был один магазин и там ничего, то тогда надо идти в партнерство с тем, у которого динамика развития идет вверх. Потому что если динамика идет вниз, так ты, наоборот, ну, как бы рискуешь попасть, потому что у него сейчас идет финансовый разрыв, у него идет все в ухудшение. Поэтому, поэтому, также в Рошашнай, в Йомки-Пур смотрит Бог на направление, в которое ты идешь. Точно так же, может, даже больше, чем на то, откуда ты пришел. Потому что тот, кто растет, он растет. Тот, кто падает, он падает. Понятно, да? Значит, и вот здесь как раз об этом четко сказано, что лучше бедный, но идущий в чистоте непороченности, чем искривляющий пути свои, и он ашир. Седьмой отрывок, значит, седьмой отрывок такой. Но цер Тора бен Мевин, в Роэ золелим яхлим авив. Значит, но цер это сохраняющий Тору, сын понимающий. И Роэ это как бы дружит с обжорами. Тот, кто дружит с обжорами, позорит отца своего. Значит, вот здесь, поэтому, когда царь Соломон начинал Мишли, он нам сказал, что я, говорит, вам помогу понять, он так сказал здесь, да, в самом начале. Зачем мы вообще учим Мишли? Вот в первой главе надо все время к этому возвращаться, чтобы понять его цель. Потому что когда ты понимаешь цель, у тебя все складывается. Значит, для чего мы учим Мишли? Познать хахмау мусар. Познать божественную мудрость и как управлять собой. Ляавины мрейбина. Понять слова логики. То есть, он нас учит, как понимать слова логики. Но тут дальше вот этот отрывок, он не об этом, он о другом. Дальше написано так. То есть, взять мусараскель, это о том, как работают вообще высшие миры, абстрактное вот это вот, как работает мироздание. Разобраться, как работает справедливость, суд и прямой путь. Теперь дальше. И для подростка дать познание мира, как восприятие цельное. И Мазима, как бы, Мазима это, ну, смекалка переводят. Но, чтобы было понятно, вот человек, который пожил, он уже знает. Это такая житейская мудрость. Назовем это так. Итак, и вот здесь, вот дальше то, что как раз я хотел найти. Ишма хахам в Иосеф леках. Услышит хахам, уже знающий Тору, и добавит урок себе. В инавон так было икне. И тот, кто уже у него навон, он сообразительный, у него есть логика. Он какие-то уловки новые, он поймет. Потому что ты узнаешь все время какие-то новые уловки. И вот здесь вот самое главное. Леавин машаль умылица. Ты научишься понимать, машаль это пример метафора, вот Мишли это как машалин. Пример умылица, это скрытый в них совет. Дибрэ хахамим выхида там. Слова мудрецов и загадки их. Вот это вот, слова мудрецов и загадки их. Теперь, если мы этот отрывок читаем отдельно, то нам непонятно. Что значит, сохранит Тору сын понимающий, а дружащий с обжорами позорит папу. Тот, кто учил, тот, кто учил, по-моему, эта книга Бамидбар, Китецери Милхама, когда выйдешь ты на войну и увидишь женщину красивую видом. И, значит, захочешь ее, там, женишься на ней, значит, ну, написано, как ее надо привезти в дом. Там целая идет технология, что делать с женщинами красивыми видом, которых ты захотел на войне. Ну, это не врести женщины, чтобы проверить, или она действительно, она, ну, ты можешь на ней жениться или нет. Если бы сейчас так проверяли своих жен не врести, то, конечно, было бы меньше браков смешанных. Теперь, значит, я просто одна из историй. Есть один дедушка у нас в синагодии, 90 с чем-то лет. И у него сын женился на, ну, на нееврейской женщине, все, она, значит, когда, когда, и потом этот сын умер. И она этого дедушку выгнала на улицу просто, просто выгнала и не хочет с ним общаться, да. Это просто вот так, жена сына его, у него был единственный сын. Хорошо, теперь, значит, дальше. В этой главе рассказывается, что когда ты выйдешь на войну и возьмешь эту женщину красивую видом, то есть ты польстишься на ее внешнюю красоту, и ты не проверишь ее душевные качества и так далее, то потом написано, и будет у тебя там от нее сын, а потом ты, тогда же можно было, можно несколько жен, потом будет сын от любимой жены, так написано, ты не имеешь права. То есть если старший сын у той жены, которая уже потом окажется плохой, то тогда ты не имеешь права его, его не имеешь права, как сказать, ну, забыть и так далее. Он все равно твой сын, не важно, что от там плохой жены, но он сын. Но тоже нас предупреждают о Санта-Барбаре, которая потом была и у царя Давида была Санта-Барбара, и у праотцов наших была эта Санта-Барбара, когда несколько жен, и дальше начинают сыновья одной жены ругаться сыновьями другой жены, и они часто злейшие в роде, более злые, чем внешние. Так вот, значит, и дальше идет третья там часть. И если будет у человека написано, сын Сорер-Ве-Море, если будет у человека сын, восставший на него, и, ну, который его не слушается, сошедший с пути, Сорер-Эт-Эт-Эморе, который Морет против родителей выступает, и будет он Золель-Ве-Сове, и будет он этот самый, обжора и пьяница. Так что с ним надо сделать? Убить его. Тора говорит, убить его надо. Как его надо убить вообще? Как это сына, 12-летнего убить? Понятное дело, когда Талмуд разбирает Тору, он говорит, что такого не было ни разу. Такого не было ни разу не привели приговор в исполнение, потому что его приведение столькими условностями сопряжено, что такого быть не может в жизни. А зачем тогда нам в Торе это написано? Для того, чтобы мы поняли, как бы, технологию так устроен мир, что вначале он крадет у родителей и покупает на эти деньги вино и обжора, он обжора. Он не может справляться со своими вожделениями. И значит, следующий его шаг, следующий его шаг, он ограбит кого-то, потом убьет, ну и так далее. То есть он уже покатился по наклонной плоскости, причем именно там вместе сведено в одно. ворует и на эти деньги бухает. Все. То есть дальше уже понятное дело, что если 12-летний подросток ворует и бухает, то все. Уже как бы... И здесь нам идет намек на это, что есть сын, который сохраняет Тору, и он, значит, тянется к Торе, он тянется к Божествиям и так далее. Есть сын, который, который вот он дружит с этими пьяницами, значит, он позорит отца своего, то есть он... Что значит позорит отца своего? Что лучше бы он и не рождался, потому что сколько он зла принесет в мир, так лучше бы он и не рождался, потому что если рождается ребенок, вот, например, родители там родили ребенка, он потом стал, не дай Бог, Чикатило, да, и он убил столько людей. Ну, как им после этого жить, да? И так далее. То есть тут надо, конечно... С другой стороны, мы же не можем знать, что будет. Мы должны делать то, что... Мы должны изучать, как работает, и делать то, что в наших силах. Все остальное, оно будет, как будет. Все, давайте подведем итог. Первое, что мы сегодня изучили, что вот эти вот оставляющие Тору, они присоединяются к злодеям, и, значит, злодеев они прославляют, завидуют злодеям, и, значит, это ужасно. Но мы должны знать, что есть суд. Конкретно знать и верить, и видеть. Даже не надо верить, надо видеть, что над злодеями всегда есть суд. Второе, что мы сегодня узнали, очень для меня важный был вывод, что лучше... Ну, то есть самое главное, не твое сегодняшнее положение. Самое важное, куда ты идешь и какими инструментами ты пользуешься. И если ты идешь в правильном направлении и все время своей целью ставишь приобретение правильных инструментов, а что такое правильные инструменты? Мудрость, навыки, знания, добрые дела, заповеди выполненные. То есть если ты идешь вот в этой системе координат, то рано или поздно все равно у тебя будет успех. То есть как тут ни крути, и успех будет, и вечная жизнь будет, и там будет, и здесь будет. В общем, вот так. Все, друзья, удачи, успехов. Напишите, пожалуйста, свои выводы, что вы поняли из сегодняшнего урока. Для себя как бы спросите, сформулируйте, сделайте резюме, поделитесь резюме со своими друзьями, знакомыми, и чтобы с Божьей помощью было у вас все хорошо. Все, удачи, успехов, до завтра. Все, всем счастливо, пока.